Всем привет из деревни, турецкой деревни. Сегодня суббота и начинается новый день. Сейчас мы с мужем хотим пойти на базар. Покажу вам, какой здесь базар, что почем. А я сижу и пью кофе. Это мой, как говорится, заряд энергии на весь день. Потому что турецкая невестка очень много работает. Очень много гостей ухаживает, сельчай, кофе предлагает. Как я вчера провела день. Вы знаете, что у меня вот эти мои укусы очень сильно беспокоят. И я на ночь выпила антигистаминную таблетку. Зуд постоянно. Меня, наверное, скорее всего не комары укусили, а что-то другое. Может быть даже муравьи огромные. Вот все у меня ноги. Все чешется. Боже, пипец. Везде у меня все зудит. Что это может быть? Кожа сухая здесь очень сильно. Без крема никак нельзя. Так что вот единственный минус здесь. На меня вот этот внешние факторы подействовали. Уф, 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 зуд такой. Сегодня не могла. Рано проснулся. Но в субботу, воскресенье я всегда даю себе поспать. И вот даже не знаю сейчас сделать йогу или разбудить мужа, чтобы пошли на базар. Базар здесь до половины одиннадцатого. Так что всем желаю отличного настроения, прекрасного дня. И смотрите мне дальше. Идем, Сашки, вам на базар. На базар. Парк. Вот это центр их. Вы знаете, что здесь женщинам нельзя сидеть. Я один раз говорю мужу, пойдем туда. Мы ей тут с ним сели мороженое поели и уже все донесли до отца. Вот здесь обычаи. Вроде бы, думаешь, никого нет, а у всех глаза. Какие здесь плетники. Сидят только мужчины в этом парке положено. Вот там базар. Так, посмотрите. Как интересно. Вот такой вот здесь базарчик. Наверное, не буду снимать, чтобы не водить заблуждения людей всех. Они так смотрят на меня. Арбузы мы видим. Здесь чуть-чуть. До пол одиннадцатого это все. Друзья. Пятнадцать лир. Вещи по пять лир. Не так уж и много. Посмотрите. Фрукты по десять лир, говорят. Эль Магюзель. Ну все, друзья мои, делаем покупки. Арбузы четыре лиры килограмм. Знаете что, здесь не такие уж и низкие цены. Яйца пятьдесят лир. В основном ничего нету здесь. Вот такой базар. Деревня и деревня. Ничего необычного. Взяли мы фруктов. Хадашка. Уродат Чигача. Эк-мек. Уже собираются. Здесь они, знаете, когда приезжают? Сосьми до пол одиннадцатого. Потом жарко здесь очень сильно. Такие люди. У них, наверное, поход на базар, как поход, выход в город. Вот дня, друзья. Сегодня мы на обед решили приготовить. Фасоль молодую. Прямо с огорода нашего. Помидорчики с огорода. Все. Я только что напоила всех кофе. Как всегда, вот наши фрукты, что мы купили. Все деревенское, настоящее. Что я хочу сказать, рассказать. Сегодня я так себя хреново чувствую. Просто ужас. Все это связано с моим... Видите, как у меня рука. Все покраснело. Как бы вам показать, что вы видели. Я пью антигистамины и в полусне. Как во сне. Не знаю. Ничего не хочется. Не выходить никуда на улицу. Вот прям дома. Такое полусонное состояние. Даже мозги не работают от этого лекарства. Блин. Это не для меня. Это точно. Очень сильно аллергию мне дала. Руки все покусаны. Если вы видите. В тот вечер меня что-то очень сильно покусало. Чешется до костей. До костей. Прямо сейчас это так воспалилось. Это... Даже не имею понятия, что это могло покусать. Все горячее оно под этим. Вот так, друзья мои. У меня такая вот ситуация. О чем бы я хотела еще поговорить. Мы вчера купили вечером рейд. Лекарства рейд. Рейд. И побрызгали. Столько оказывается. Здесь умирало этих мошек. Сегодня вот так вот прямо на коврах. Видно же намного лучше на караварах. На стойке, на телевизоре. Везде, везде были они. Их трубики. Пришлось все пылесосить. Пылесосило, пылесосило. Оказывается... И пылесос испортился. Интересно, сейчас посмотрю, продолжится он или нет. Турецкая невестка сегодня под антигистаминными средствами. У такого у нее состояния никакое. Что говорят, то я делаю как робот. Вообще мозги не работают. Будьте здоровы, друзья. Будьте здоровы. И не думала, что у меня будет такая аллергия на укусы. Не думала. Но ничего страшного. Все будет хорошо, я уверена. Сегодня не снимала вам нашу эту красоту. Со всех сторон. Как этот пылесос, он мне испортился. А где он, кстати? Вот сейчас самая такая жара. 37 градусов. Все кипит. Кипит все, друзья мои. Сегодня покормила кошечек. Думаю, не зря они пришли. Хлебушек в бульоне окунула им и покормила. Родители тоже их кормят. Их всегда остатками пищи. Там еды. Ну вот, смотрите. С этой стороны ракурс. Какой вчера хорошо земля наполнилась водой. Промокла. Будет, наверное, хороший урожай. Бабочки так классно, да? Бабочки, бабочки. Красоточки. Смотришь, на это и душа радуется. Радуется у вас душа. Вам нравится, наверное? Так долго ждали видео с моей деревней. Ой. А здесь вот. Здесь-то поливают, а здесь нет. Надо полить. Вот эти засохли цветочки. О, как жалко. Они такие классные. Я сейчас налью ведро и полью. Правильно? Полью. А тут где мои кисы? Вот тут я люблю утром сидеть и кофе пить. Тут более-менее солнца нет. В общем, мои дорогие, пойду я сейчас полю вот эти цветочки. Друзья мои, нахожусь на вебинаре. Проспала весь день. Низ весь день такая была никакая. Приняла душ, немножко пришла в себя. Это лекарство антигистаминное. Вообще меня усыпило. Вот сижу, занимаюсь там. Мама ходит, что-то делает. Всем добрый вечер. Вот я какая-никакая. Как под наркозом. Мой муж ушел. Магазин спросил, что я хочу. Я сказала ничего. И было так интересно. Родители встали и смотрят вот так оба. Не успела вам на снятии. Ну, нельзя их снимать. Извинить. Знаете, они воспринимают нас, как маленьких детей. Каждый... Вот я сижу как в клетке. Да, я как в клетке. Для меня это очень сложно. Я в основном двигаюсь. А здесь пойти и выйти целая проблема. Ну, смотрите, где я мой муж. Друзья мои... Подписчики... Надо немножко это прийти в себя. Потому что такое состояние мне какое-то смотрю на небо сейчас. Небо, звезды, звезды, звезды. Звезды-то хорошие здесь, но... Где мой муж? Интересно. Как интересно. Короче, ладно, друзья. Покажу сейчас я вам деревню. Вот там у нас мусорное ведро. Кстати, мне сейчас надо выбросить мусор. Вот там качеля. Оттуда должен прийти мой муж. Муж, ты где? Ты где? Муж, муж... Он тоже с ума сходит. Сегодня какой день? Четвертый. Четвертый день. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Уже не знаю когда. В принципе, ну... Ну, в принципе... Сменить обстановку всегда классно, да? Ну, ничего. Поживем. Адаптация надо ко всему. У меня не проблема. Нет, лишь бы мой муж был счастлив. Мой муж счастлив. Поэтому и я тоже счастлива. Смотрите, какие красивые цветочки. А здесь ничего нету. Цветочков. Всем добрый вечер, доброй ночи. Уже 12 часов скоро. 12 часов я вот нарисовала вот такой алгоритм явления намерений. Глаза закрываются. Не могу дальше продолжать. Выпила на ночь антигистаминную таблетку. Буквально борюсь с собой. Более-менее у меня уже улучшается состояние. Так что всем спокойной ночи. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень благодарна и вселенная. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok